приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты в гостях у меня и у лизоньки оленд лизы ну что проведем с вами блиц сегодня я проверила вроде бы все крутится на мониторе работает поэтому вопросы ваши вижу поехали и вопросы есть кстати интересные и комментарии ну вот смотрите марина арестов арестова пишет на видео гордон как на ладони кстати было такое видео несколько месяцев назад если вам интересно расклад на гордона найдите его так и называется гордон как на ладони интересный расклад я вам хочу сказать да такое что-то в там есть классического образования журналиста у гордона нет закончил он инженерно-строительный институт киеве со времен учебы вузе стал публиковаться в разных украинских изданиях 1990-х годах он раскручивал кашпировского и его газета бульвар рекламировала услуги разных экстрасенсов и целителей до пирамидки и всякую такую штуку знаю карьерный путь был непростой конечно ну конечно однако сотням знаменитых гостей которые прошли через его программу мог бы позавидовать любой журналист это надо немало усилий чтобы выстроить такой уровень доверия и расположение к себе вот такой он интересный человек согласна человек интересный очень интересный да но интересный чек не значит хороший человек проститутка поехали дальше так людмила сальник пишет честно я обожнюю слуха ты як вы эмоции на роботы росклад на пу на пу до чекаем и с натерпением всего здесь ныне щуп ваши слова стал и пророчим и руна дай-то бог дай-то бог мои хорошие сама жду сама жду фарион конечно жесткая баба но мы своей мягкостью добродушим позволили быть войне наверное нам все таки нужно быть злее что ли я согласна да категоричность тут украине не помешает но фарион это никак не оправдывает фарион не имеет никакого отношения к нашей борьбе фарион она и есть фарион еще одна марионетка чих-то руках вот прошлое фарион изучите да ее биографию борец до за незалежность украины конечно так беларусь просите меня посмотреть но я же говорю мои хорошие вас там ромир смотрит но смотрите там этот и мне сложно беларусь ниже визуализировать ее нужно как-то вот представить я просто но смысл и если бы больше никому было это сделать помимо меня да я бы постаралась но я не знаю можно можно достаточно уже того что расклады на беларусь были уже были вы можете их смотреть я думаю они работают расклады на то будет ли все-таки беларусь пойдет ли официально войной на украину да как видим все сбывается было два расклада пойдет ли официально беларусь решится ли лукашенко войска направить прям войной да этот был расклад 4 месяца назад и такой же расклад был месяц назад этот тот работает сто процентов как мы видим да поэтому на беларусь но если совсем уже совсем уже там будет вам прям сильно сильно надо ну попробуем но вообще есть просто другие тарологи которые наверное беларусь больше чувствую чем я добрый день наталья вы слышали что депутаты себе зарплату подняли в то время как возмущает же с какого простите меня у я ну да мы можем что-то изменить а что мы можем изменить мои хорошие конкретно что что вы хотите изменить забрать у них деньги но можем как вопрос в чем можем ли мы изменить установленный порядок да что депутаты вот ведут себя вот тогда бесятся жиру выходить этот вопрос будут ли изменения в украине когда депутат это будет не крутая шишка да а просто чиновник который должен выполнять свою работу я так понимаю на самом деле вас всех этот вопрос интересует как какими бы вы там не писали фразами да вы все хотите чтобы депутат был просто чиновником и выполнял свою работу для украины во благо украины они во благо олигархов через которых он пришел на свое место окей поехали будет ли время в украине когда депутат будет просто чиновником и выполнять свою работу во благо страны колесница я бы сказала процесс запущен будут приняты серьезные решения будут законодательно какие-то будут приниматься решения чтобы так и было но мы очень не верим в это видите мало кто в это верит это такой депрессивный вопрос сложный ой будем воевать с прошлым смотрите карта прошлая и война придется прямо воевать с прошлым очень серьезно но вы понимаете к тому идет смотрите колесница то есть процесс то запущен и будут приниматься законы относительно этого вот начали с олигархов до сначала нужно этих олигархов приструнить а потом-то депутатов некому будет спонсировать да вот мне кажется вот по этим картам несмотря на то что люди мало в это верят и боятся что это невозможно все-таки это возможно потому как мы можем воевать с прошлым и этот процесс какой-то степени уже запущен по колеснице да и будут приниматься определенные законы но скорее давайте дождемся мы этого времени умеренность не скоро умеренность она дает знать ответа но не торопись по умеренности говорит да мы дождемся но это не скорый процесс это не скорый процесс потихоньку вот так говорит умеренность потихоньку помаленьку ну вот так такой расклад можно расклад снимут ли военное положение в августе ну а чего его должны в августе снимать мы делали расклад что весь август будет военный давайте сделаем если вы просите вадим и патинка давайте просто вот для вас для вас именно вадим и патинка делаю расклад снимут ли военное положение в августе снимут ли военное положение в августе снимут ли нет конечно смотрите рыцарь мечевой как нет все будет еще активно колесница это карта победы так как нас ждет победа в августе нет еще вадим и патинка пока нет не ждет колесница это не карта победы колесница это карта активности победы да они будут промежуточные вы понимаете чтобы получить большую победу нужно получить ряд промежуточных для начала промежуточные мы будем получать так ира морозова пишет корбана в этом списке не должно быть это наш защитник ира пишет комментарий на видео решение корбана гражданство украины самое актуально но я поняла ирочка я и всем остальным я хочу посоветовать успокойтесь вы по поводу корбана успокойтесь не стоит идеализировать этого человека я же тут в днепре можно сказать и я знаю какой днепр до войны то что с войной случилось это с войной да но люди не меняются я вам хочу сказать так вот до войны если бы меня спросили ну не про корбана например да про филатова а корбан это ну равно филатов это одно и то же корбана я вообще мало очень мало знаю я мало что про него знаю слышала так но мало знаю то есть это все на уровне сплетен на профилатова каждый раз приезжаю в днепр у меня было желание этого филатова гнать из города странной метлой потому что город был в таком состоянии невеселом до войны хреновый хозяин из него если честно всегда печально мне было приезжать город после какой-то паузы я видела серый мрачный унылый город к сожалению и энергия у него была такая же под запущена так что немного потеряет днепр с уходом корбана не стоит ему ним под этот одевать не надо не ведитесь на чьи-то видео пропаганду рекламу ну защитник да возможно конечно свое имущество же защищают правда же ну вот ребята считают город своим имуществом хозяева жизни поэтому спокойнее относитесь к этой ситуации все прояснится мы же видим что не слишком корбан возмущается разве вы видите какие-то там его протестующие комментарии как он доказывает свою правоту нет ничего такого не видно не слышно да уже могли бы ух значит знает кошка чё сало съела так что давайте подождем решение все будет известно и понятно не спешите с выводами вы его знаете мои хорошие вот это вот манера наша идеализировать швейца этого калибиста шпиона понимаете чека который манипулирует миллионами людей мы идеализируем потому что что-то плохое он говорит про пути надо или говорит что там украина молодец а и наши власти сволочи и мы мы нам нравится это слышать и мы идеализируем по сути этого кгбиста и вредителя и агента агента фсбшного мы его идеализируем людям вы вообще потом эту американку эту тоже курву эту продажную память тоже она спасает украину да и похер на украину мои хорошие ей похер на украину ей было похер на украину до войны все эти годы на себе жила в америке прекрасно пока не купили и убрать они подставили под это дело не показали ей ну по дурости она это сделала понимаете да не то что там по дурости ну в общем я не могу утверждать но вы тоже я очаровываетесь сейчас давайте вы еще этим гиркиным начните очаровываться потому что он делает заявление о том что украинская армия сильная до российская там армия чмо начните еще и мочаровываться он как был бандитом так и есть бандитом а извините это конгресс вумен как была человек которая просрала украину и было плевать на украину всегда вот так она и продолжает быть таковой украина ей пофиг не нужно вообще не нужно как был швец кгбистом так он и сдохнет кгбистом вы не понимаете главного вы не понимаете главного люди не меняются так и корван как был рейдером так и остался что вы еще хотите ну пожалуйста сходите на митинги в защиту его все время расставить на свои места спокойно 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 так наташа ольга полечка доброго здравия тишины но многие говорят о голоде насколько печальная информация заденет украину спасибо голод украину не заденет ну может и будет конечно вы поймите для более бедных слоев населения конечно эта проблема поднятие цен инфляцией но мы же видим какой курс естественно и пенсия просто при каких бы там повышениях все равно на не будет поспевать за ценами конечно это обнищание особенно от людей которые ниже среднего доживут особенно незащищенные пенсионеры и туда все естественно но говорить о голоде не приходится в украине если мы говорим о неком голоде нет конечно а если еще и всякое варьё погоним так еще будет лучше будет ли голод в украине смотрите десятка кубков а голоде речь не идет нет вот забота смотрите забота о людях люди из прошлого видите будут забудет нет нет категорически нет голода в украине не будет а если мы еще начнем немножко помогать нашим близким понимаете вот мы живем вот если у нас сейчас все неплохо более-менее да и мы видим что есть люди вокруг нас которые нуждаются ну не просто ходите и обсуждайте правительство суки ничего не делают себе зарплаты поднимают но возьмите купите в атб какой-то пакет продуктов прям на кассе какой-то бабушки отдайте там хлеб молоко пачку масла туда положите там какую-то рыбку там скумбрию не знаю кусочек колбасы и вот сложите такой пакетики вот этой бабушки отдайте которая там в атбшке там до хлеб покупает за последний к считая там и картошки полкило вот и все и это будет и будет ваш вклад это и будет ваш вклад в то чтобы не было голода в украине быть ведь я думаю процентов ну не знаю вот сколько сейчас меня смотрит я думаю 70 процентов 75 процентов ну большинство как бы там не было никто тут у нас не голодает большинство людей могут себе позволить вот такой жест большинство если меня сегодня посмотрят например 10 тысяч человек то то 7 тысяч человек могут так поступить просто собрать такой поек приятный и передать какой-то бабушке которая вот там в очереди в атб и вы видите что ну и сложно вот и все и это не решение всей проблемы но это важно это кармическое решение проблемы понимаете это важен это важно это как вот про того котенка которого алищенко которого мужик подобрал купал в ванной да и ракета попало и подъезд снесло несколько этажей а он ванной купая этого подобрану подобранного щенка остался живой вот это все в это все работает мои хорошие поэтому голода мы не боимся но Но не забывайте, что вокруг нас есть люди, которые нуждаются. И мы можем им помочь без какого-то ущерба для своего кошелька. Ну так, давайте помогать. Давайте помогать. А про Лукашенко когда, спрашивает Сергей Бобко. Да, Беларусь может в отпуск уйдет, угомонится. Ну, я же вам говорю про Лукашенко, всех туда кромиру. Он специалист по вашей области. Я просто не вижу смысла. Ну, можно, но я же говорю. Просто я не думаю, что у меня так много зрителей белорусских, во-первых, чтобы это было так актуально. Ну, не знаю, может быть я ошибаюсь, действительно. Беларусь, отзовитесь. Сколько вас, зрителей из Беларуси, если действительно для вас так актуально? Я увижу много комментариев, что, Наташ, мы реально смотрим и ждем, да, расклад на Беларусь, на Лукашенко. Ну, будет там такой объем, я увижу, что действительно ждут этот расклад. Так хорошо, я сделаю. Просто мне почему-то кажется, что у меня немало, небольшое количество зрителей из Беларуси как-то, наверное, смотрят в Беларуси других торологов. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, давайте, дайте мне обратную связь, Беларусь. Может быть, что-то изменится, но я боюсь, что башня может быть Россией, и она погибнет. Тамара Еременко. Тамара Еременко, вы из России, наверное, да? Тамар, что я вам скажу? Ну, Россия, по большому счету, погибла уже давно. Просто вы этого еще не замечаете. Вопрос в том, сможет ли она воскреснуть. Вот так. Думаю, да. Думаю, да. Когда отдаст все свои кармические долги. Так что не переживайте за Россию, придет время. Ну, а насчет, что она погибнет, так она уже, она уже. Не слышите, как попахивает? Нам сюда слышно. Так, минутку. Так, я вернулась. Ребенок готовит на кухне, кашку варит гречневую. Так варит, что я уже почувствовала, как она там подгорает. Технический момент. Продолжаем. Вот, хороший вопрос. Правильно, Наталья, говорите. Сильным львам сильный камень. Спасибо вам за ролик. Это видео магия, чудеса, камни моей жизни. Мои любимые украшения. Очень познавательно про камни услышала. Только гложет одна мысль. Говорят, что львам не стоит носить серебро. Если носить, то очень короткое время. Вплоть до пару часов. А пару лет тому назад так полюбила серебро, что оторваться от него не могу. Извините. Я даже ночью нашла серебряный браслетик. 925 пробы. Ночью нашла. Ну, хорошо. Видела много красивых камней, но вот из камней лежит душа моя только к рубину. Ну, неудивительно. Рубин замечательный, камень огненный. Это как раз львам. По поводу металла. Ну, конечно, львам предпочтительнее золото. Согласна. Ну, я вам хочу сказать, если брать, сравнивать металлы и камни, то камни обладают намного больше силой. Камни это цельная, цельная структура, не нарушенная. Что такое металл? Металл состоит из разных материалов, да. Их там сварили, переварили, смешали. И какими-то особыми кармическими такими силами энергетическими металл так не обладает, как камень. Потому что камень, ну, это камень как живая структура, да, живая. А металл это уже продукт переработки. Поэтому, ну, металлы могут оказывать, знаете, на здоровье. Например, серебро, да, которое там очищает воду, имеет какие-то свойства. Ну, говорить о том, чтобы для льва это прям нельзя носить, нет, я так не думаю. Тем более, что если вы носите камни в серебре, то тут работает камень. Потому что его сила преимущественнее, да, она сильнее. У меня тоже были такие мысли, что я любила только золото, да. Но я вам хочу сказать, просто большие камни, золотое праве, это очень будет дорого. Это немыслимые будут суммы. Поэтому, пока я себе не могу позволить крупные классные камни в золотое праве, то я ношу в серебре и прекрасно себя чувствую. Но золото, да, конечно, предпочтительнее. Чего уж там, чего уж там. Будет у вас возможность. Ну, рубины, кстати, да, рубины, можно классно смотреться в золоте. Только я вам скажу, вот эти старые советские рубиновые серьги, якобы рубиновые, это не рубины, это продукт искусственный. А натуральные рубины, это штука редкая, дорогая. Кстати, есть подделочного качества рубины, у меня есть. Они, как бы, ну, непрозрачные, да, вот как подделочное именно качество. Вот их можно, да, можно приобретать, и сумма будет разумная. Потому что чистый рубин, ювелирный такой, такого качества, это очень дорого. Это на уровне бриллиантов. Наташенька, спасибо за расклад. Интересно, после развала России, что будет с Кубанией? Ведь там живут дети, внуки запорожских казаков. И многие говорят, там на Суржике до сих пор. Да, правда, да, на Кубани действительно говорят, да, на Суржике. Есть хороший документальный фильм. Ну, понятно, есть много фильмов документальных, это понятно. Что будет с Кубанью после развала России? Ну, а кто вам сказал, что Россия развалится? Вы поймите, она не развалится. Она, такая страна останется. Россия, Россия. Другой вопрос, что я думаю, ну, я так думаю, я же не утверждала, я ни Ванга не могу утверждать. Я думаю, просто от нее отойдут территории, скорее всего. Отойдет ли Кубань? Да, вас наверняка интересует, отойдет ли Кубань в результате каких-то политических процессов. Отойдет ли от России Кубань? Мы не говорим, присоединится ли она к Украине. Может быть, просто отойдет, да, будет какой-то там отдельный. Ну, давайте посмотрим, отойдет ли Кубань от России. Отойдет ли Кубань от России. Кубань от России. Все. Ну, рано об этом говорить, там очень сильно у них позиция, конечно, и они эмоционально даже сохраняют свои привязки к Украине, я хочу сказать. Но ситуация пока не поменяется. Кубань, видите, там подвешена ситуация. Но регион сильный, видите, очень эмоционально. До сих пор у них есть вот эти подвязки к своим корням, пожрицы, к прародителям, к роду. То есть они, как и были вот такие, да, со своими корнями, со своими традициями, так и останутся, но нет, никуда они пока от России не деваются. По крайней мере, на то время, которое мы можем заглянуть. Нет, пока нет. Так. Как приятно, когда все работает. Вот сегодня все ваши вопросы прекрасно видно, крутится все. Че у меня не работало, непонятно. Вот что-то заело. А сейчас, смотрите, какая прелесть. А мне приснилось, что умер Папа Римский. Посмотрим. Килдина. Юля. Юля, что ли? Интересное имя такое. Или Юлия, или Гюлия. Ну, не знаю. Папа Римский. Папа Римский. Что будет с Папой Римский? Ну, пока все нормально. Вон, держится за монетку. Не помрет еще. Скоро не помрет, я думаю. Ну, если, конечно... Если это нормально, да, делать, доставать карту Таро на Папу Римского. Ну, уже сделали. Все. Аминь. Пишет Надя Бонашко. Аминь, правильно, согласна. Аминь. Это про Путина, конечно. Ой, да он этого даже аминья не стоит, понимаете? И аминья не стоит. Наталья Болотова пишет. Спасибо за видео. Было очень интересно. Очень заинтересовал камень Чароид. Мне приятно. Чароид он, да, он суперовый. Если можно, посмотрите, пожалуйста, что у нас будет осенью и зимой насчет ковида. А то обещают, что будет опять карантин и хотят ввести закон 41-42 насчет принудительной вакцинации детей и взрослых. Спасибо. Ну, давайте посмотрим, будет ли принудительная вакцинация детей и взрослых, да? Смотрим. Будет ли принудительная вакцинация от ковида детей и взрослых? Будет ли принудительная вакцинация от ковида детей и взрослых? Конфликт. Ну, смотрите, пока у нас пятерочка мечей, семерочка мечей, дьявол. Ну, что вам сказать? Разговоры такие, видите, по поводу карантина, вероятно, может быть. Потому что дьявол, это и есть карантин. Но нас же ж не проймешь. Смотрите, мы будем вести борьбу, бороться, сопротивляться, спорить, огрызаться, кусаться. Так что даже дьявола укусим за хвост. Ну, вероятно, карантин, да, насчет, чтобы у него это получилось. Ну, с нашими людьми это не так просто. Ну, получится ли? Получится ли это принудительная вакцинация? Получится ли оно? Мак. Ну, инструменты есть, воздействие на людей, я бы так сказала. Есть возможности. Ну. Будут, знаете как, будут финансовыми интересами, какими-то реальными интересами прижимать. То есть, ну, вы понимаете, да, чтобы на работу нужно вакцину, вакцинацию иметь, чтобы куда-то выехать. Вакцина, ну, то, что и было через ресурсы, да. Если ты никак не повязан, человек независимый, ни от денег, да, ни от чего, живешь в лесу, медитируешь на полянке, то можешь жить без вакцинации. А если ты живешь в социуме, тебе нужно ходить на работу, передвигаться по миру, да, то тебя заставят все равно, поскольку дьявол, дьявол. Ну, сопротивляться будем, будем, семерка жезлов, люди будут сопротивляться. Да, и тут с нашими людьми так просто не получится, наших так не возьмешь. Ну, вот так, пожалуй. Так, мои хорошие, вы не только умная, но еще и смелая женщина. Оля Гринева. Олечка, я вас спешу разочаровать, мне, конечно, не хочется, знаете, такие в ваших глазах ронять свой образ, но я вам хочу сказать, никакая я не смелая. Вот сейчас тут у нас тревога на мониторе высветилась, а на улице дождь и гроза. И как грякнула на улице, так я аж все ржалась. Какая я смелая? Я обычная женщина, обычная. Я боюсь тоже, так же, как и все остальные, насчет смелой. Если я могу что-то говорить много, может быть, потому что я не очень умная? Мои хорошие. Я не боюсь говорить, но это не значит, что я смелая. Вот Бахов я боюсь. И войны я боюсь. Боюсь. Это было бы странно не бояться войны, правда? Наталья, видите, у меня высветилось очень интересный значок, я даже не замечала. Такая красненькая штучка, оказывается, это подписчик уже 4 недели. Информация о подписке видна всем пользователям. А если фиолетовый, это автор популярных комментариев. Ага, вот Вита, видите, у нас Вита автор популярных комментариев. А я даже никогда у себя на рабочем этом столе не замечала этих значков, о чем они, а теперь заметила. Понятно. Наталья, вы уже 4 недели на моем канале подписчик. Витаю вас с месяцем, можно сказать, с юбилеем. Ваш комментарий, зачитаю. Наталью, щиро дякую за вашу працю, за розклад. Жодного разу голос не вимовляла ци недобрые побажания людьми, яка поки що является президентом краины-освободителей. Але ж він їх так заслуговує. Божией ласки и сталевого иммунитету бажаю вам та вашим близким. Нашему президенту нехай Бог надасть мудрості и мощного здоровья. Хай будет так. Так, Наталья. Дякую вам. Дякую вам за такі щирі ваши побажання. Дякую. Дай Бог так і буде. Так і буде. Катя Ждан тоже повеселилась. Пишет, вы такая прикольная. Я сейчас редко улыбаюся. Сегодня, смотря расклад, повеселили. Кать, я рада. Улыбайтесь, Катюш. Улыбайтесь. Я уверена, вам улыбка очень идет. Улыбайтесь. Така они там сдохли все. А вы улыбайтесь. Мои хорошие. Все улыб... Вот прямо сейчас возьмите и улыбнитесь. Ну, вот вместе все. Давайте. Раз, два, три. Все будет хорошо. Правда. Все будет хорошо. Когда кончатся прилеты в Николаев? Мои хорошие. Ну, когда в Николаев? Ну, когда везде, вы все... Вы понимаете, в Николаев. Херсон нужно отогнать подальше. Херсон освободить. Ну, вы же сами знаете, когда. Вы сами знаете, когда. Ну, что вы у меня спрашиваете? Ну, если бы я могла, я бы вас накрыла крылом ангельским. Ну, что же я могу сделать? Всегда говорю, если невыносимо, съезжайте, уезжайте, не терпите. Если можете ждать, ждите, надейтесь. Ирина Кореная пишет. Это месторождение с чероитом закрыли. Скоро нам его не видать. Очень жаль. Очень жаль. Ну, значит, чероит будет дорожать. Вот что я вам хочу сказать. Поэтому вкладываем деньги в чероит, мои хорошие. Наталья, были проблемы с мышами, лучше всего помогает ультразвук. Ультразвук. Спасибо, Таня, заколодяжная. Танюшечка, спасибо. Так у меня нет проблемы. Ультразвук. У меня же животные, щенки, птицы. Не знаю. Не буду. Когда-то я пробовала, мне не зашло. Может быть, просто... Ну, сама штука эта была ультразвуковая. Знаете, подделка. Как вариант. Не знаю. Да, мы выломим. Это из года в год. Это история с мышами. Я уже приловчилась. Их нужно, главное, выловить сразу. В первый месяц. Вот как жныва проходит. Сразу вылавливать. И там уже потом мало их будет. Потому что, если какая-нибудь останется, то она еще и выводок приведет. Да. Боты разбегались по каналу. Виктория Стеценко пишет. Наташа, вы становитесь популярнее день это дня. Да, пожалуй, меня это даже начинает пугать. Да, пожалуй, да. Да. Так. Ну, не боты в смысле. Не боты. Боты меня вообще не пугают. Кнопка заблокировать работает прекрасно. А вот популярность это как-то. Я не была готова, если честно, к такому повороту. Ну, хорошо. Жизнь покажет. Наталья, что за кубки у вас на заднем плане, это дочкины победы в спорте каком-то или собачки на соревнованиях выиграли? Вот я хочу сказать, этот вопрос уже поступал не один раз про кубки. Вот там вы видите кубки. И это, там совсем немножко. На самом деле их у меня, ну не знаю, десятки. И раньше вот эти полки были полностью заставлены. Сейчас, если честно, для вас поставила немножко, чтобы там просто не были пустые на фоне пустые полки. Я вижу, что вот я снимаю, не очень красиво, когда пустые полки. Я поставила несколько кубков. Раньше они были полностью заставлены. Но дело в том, что я их сама убрала с той стороны. Эти кубки, они, знаете, на таких мраморных тяжелых подставках. Вот за той стенкой это наше бомбоубежище, Сани. Дело в том, что это как раз вот эта комната, которая между комнатами, средняя. Вот ты входишь, вот эта средняя комната, сюда комната с окнами, туда тоже идут. Там Анина комната, она с окнами. А это такая как бы в центре комната. Да, вот, понимаете меня. Та самая комната, в которой лучше всего, получается, при каких-то обстрелах находиться. Вот теоретический, да, такой бункер. Так вот эта комната у нас теоретический бункер с Аней. И, соответственно, с полок я поснимала вот эти все кубки, потому что они на тяжелых ножках. Я понимала, если, не дай бог, вот будет какая-то взрывная волна, ну, понимаете, да, мы где живем, и полетит вот это все, то мы просто, может, нас бомбой не накроют, но вот такими мраморными тяжелыми пластинами нас прибьет, куда-нибудь висок в глаз попадет, да. И поэтому кубки были убраны оттуда. Там ничего не было, были пустые полки, потому что на вот том диванчике мы прятались, когда что-то тут у нас громыхало. А у нас громыхало, конечно. Вот, но сейчас, видите, немножко я подрасслабилась и поставила туда несколько кубков, таких побольше, для того, чтобы просто радовало вам глаз, чтобы, ну, не были на фоне пустые полки, как-то не очень. А по факту их у меня там много. Но это все собаки. У меня же чемпионы, чемпионы Украины разных стран. Анна, питомник-то серьезно работает, поэтому. Я и спорт это несовместимые вещи. Нет, я не спортивный человек, абсолютно. Нет. Да и Аня тоже. Спорт это не ее. Поэтому это все собаки у нас отрабатывают. Наталочка, великое дякую за вашу работу. Будь ласка, подивите отношения Турции и Эрдогана до Украины. Ну, а яке вы хотите побачить отношения? Что такое Турция и Эрдоган в том числе? Турки это продуманные, хитро мудрые, такие люди, которые будут с тем, с кем выгоднее. А учитывая, что Турция, в принципе, с НАТО и все-таки, скажем так, они всегда будут на стороне того, кто с большей долей вероятности выиграет. А с большей долей вероятности выиграет Украина. То, естественно, Турция будет поддерживать Украину. Но стараться не потерять и свои интересы с Россией. Потому что российский турист, например, для Турции находка. Но потихоньку, может быть, как-то перестроит. Да, перестроит на Европу свой режим. Не забывайте, это туристическая страна. Это большой бизнес, это огромные деньги. И огромное количество людей в Турции живет за счет туризма. Тут прямой интерес финансовый, конечно. Хорошо относятся к Украине, я вам и без карт скажу. Хорошо относятся. Особенно к украинским туристам. Не нужно ждать от кого-то суперподдержки для Украины. Поймите, Украина в этой войне один на один, по большому счету, с врагом. Нам, конечно же, помогают. Конечно же, да. Потому что не могут. Некоторые не могут не помогать. Потому что в этих обстоятельствах их неправильно поймут. Но, по сути, вот я вам серьезно говорю, мы один на один с врагом. А все остальные блюдут свои интересы. Если им выгодно быть с нами, они с нами. Если им не выгодно, нет. Это все. Так что. Надеемся на себя. На себя. Добрый дядя не придет и не спасет Украину. Поверьте мне. Это я вам вот серьезно говорю. Только мы сами. Все так, Наташ, пишет Ольга Колесникова. Путин на самом деле слабак, поэтому и окружил себя теми, кто глупее его, слабее и бездарнее. Боялся всегда конкуренции. Это его и погубит. Да. Да. Насчет того, что он боялся держать действительно сильных и умных людей возле себя, несомненно, да. Да. Но сказать, что он слабак, ну не совсем так, мои хорошие. Нет. Он не слабак, понимаете, он совсем не слабак. Он умный, он расчетливый, он лишенный эмпатии, он психопат. Психопат не может быть слабаком априори. Они, по сути, они трусливые. Все психопаты трусливые. Но знаете, в чем их сила? В том, что они не боятся сделать больно. Они не боятся пойти против закона. Они не боятся сделать что-то, чему возмутится весь мир, другие, да. У них нет стопов. У психопатов нет стопов. Ему плевать на все, кроме своего интереса. Кроме своего психоза, своего маниакального какого-то, да, вот этого вот, что цели какой-то своей маниакальной. И этим, эти психопаты, они страшны. Они реально без стопов. Они могут вытворить все, что угодно. И они всегда найдут этому оправдание. Они умеют манипулировать, очень сильно манипулируют людьми. Психопаты очень часто и лидеры стран, лидеры предприятий. Они крутые бизнесмены. Они могут быть, знаете, это в семьях очень часто. Живут тут муж и жена, да. И эта жена в таком пи-пи-пи живет, да. Не хочу сегодня ругаться. В ужасе просто. В ужасе. В доме она там просто живет с ужасным человеком. А все вокруг ей завидуют. И говорят, боже, ты с таким мужиком, как за каменной стеной. И все считают его умным, крутым, сильным, да, таким прямо лидером семьи. А на самом деле это психопат, который просто, он может даже и пальцем ее не трогать, но он будет ее уничтожать морально, эту женщину. Это психопаты. И они нередко встречаются, кстати, нередко. Так вот, Путин классический психопат. Только он на уровне всей страны. И его как раз опасность в том, что он психопат без топов. А говорить, что он слабый, он трусливый. Да. Но он не слабый. Он может сделать то, что нормальный человек бы никогда не сделал. А этот может. Понимаете? Ему похер. Ну, а окружает он себя более слабыми и бездарными? Да, согласна. Да, да. Потому что такими людьми легче управлять. А он этим и занимается. Он манипулирует, управляет. Умными же сложно. И даже на такого психа найдутся, знаете ли, люди психологически более устойчивые такие. Поэтому он так и поступает, да. Классический психопат мой. Классический. У меня был такой момент, я занималась, я много читала о таких людях. Я просто столкнулась с тем, что моя знакомая хорошая, вот она имела связь с таким мужчиной. И я остро понимала, что ей нужна помощь. Ее нужно выдернуть из этих отношений, потому что я понимала, что это плохо закончится. И я прям читала много об этом. И как эти люди себя проявляют, что они, кто они, да. И как бы, поэтому я немножко в теме. И я вижу, что Путин классический, классический психопат. И очень опасный, потому что он при власти. Очень опасный. А плюс еще и с мистика имеет некое отношение, да. Потому что, когда я говорю, что этот человек заключил договор с дьяволом, это не образно. О, не так образно. Нет, это так и есть, мои хорошие. К сожалению, но это не значит, что он бессмертный. Нет, сдохнет. Так. Галина Кухоцкая пишет. Был фейк от Раши, что Володимир Зеленский в реанимации, чтобы этот фейк обернулся для Путіна. А нашему президенту Володимиру мы бажаемо міцного здоровья. Так, самое так. Ну, звичайно, фейк. Так. О, яких тільки фейків, то они вигадують в тей Раши. Ну, хай. То ніяк їм не допоможе. Так, звичайно, то фейки. Так. Где ваша помада удивительная? Пишет Дмитрий. Дмитрий Гавриленко. Ничего себе. Дмитрий Гавриленко пишет мне комментарий. Где ваша помада удивительная? Дмитрий, какая именно удивительная? А эта помада вас не удивляет, Дмитрий? Смотрите. У меня много помад, Дмитрий. Не знаю. Может быть, штук. Ну, в общем, много. Не знаю. Не считала. Но я же девочка. Я считаю, что я могу менять помады. А иногда вообще не пользоваться помадами. Потому что у меня же не бьюти-канал, правда? Я могу выйти и неумытая, зареванная, в спортивной кофте, вся в шерсти. Или еще какая-нибудь. Потому что это мой блог о моей жизни, какая я в каждый момент. Вот я могу быть с помадой, с прической. Могу быть без прически. И без... Вообще без ничего. Нет, без ничего еще не было. Купальники было, кстати. Дмитрий Гавриленко. Знаете, что было? Видео купальники, да. Можете посмотреть. Там помады не было, да. Но на море, там в Черногории небольшое видео. Там даже, да. Ладно, окей. Это была минутка юмора. Так. Наталья Марченко пишет. Вы раньше говорили, что уйдет по грязи. Я думаю, осенью будут радостные события для всех нас. Я тоже жду моя хорошая. Я очень надеюсь. Очень надеюсь. Ну, посмотрим. Будем видеть, да. Потому что, я же говорю, мы только люди. Я не могу предвещать. И, ну, я не Ванга. Ну, время покажет. Ну, я искренне в это верю. Но жизнь покажет, да. Посмотрим. Жизнь покажет. Очень хочется в это верить. Почему-то у меня такое ощущение. Ну, а там... Наташа Науменко пишет. Можны бы распустить Верховную Раду. Давайте расклад. Распустят ли Верховную Раду в течение года. Да? Ну, это же интересно, правда? Распустят ли Верховную Раду в течение года. Ну, с годом, слушайте, с датами это сложно. Второй, блин. Да-да-да-да-да. А, за август вы спрашиваете, да? Значит, так, давайте. До конца войны. Будет ли распущена Верховная Рада до конца войны? Тогда мы не привязываемся к срокам, а привязываемся к событиям. Я думаю, сработает. Будет ли распущена Верховная Рада до конца войны? Рыцарь Пентаклевый. Да? Слушайте, одни фигуры и все Пентаклевые. Нет, я думаю, до конца войны нет. Смотрите, вот они, видите, пока война, пока они все при своих Пентаклях. Еще и при Пентаклях. Ну, тут смотрите. Тут у нас, видите, восьмерка кубков. Это о смене приоритетов. Тут они, скорее, сами будут покидать, знаете, когда достаточно многие из Верховной Рады сами будут покидать Украину. Помните, я вам говорила, что многие будут покидать. Вот они и покидают многие. Но это сами. Сами. Ну, хорошо. Так. Молодежь РФ пусть поблагодарит своих бабушек и родителей за выбор жизни для них. Ну, что тут скажешь? Тут мне нечем прокомментировать. Ну, да. Да. Наташа, привет огромный, с моря Азовского. Опять месяц в оккупации. Иногда, смотря и слушая людей, какую позицию они выбрали, теряешься, но не теряешь веру и надежду. И вот вопрос возник. Этот выход к воде не к нам ли? Очень устали. И ждем. Спасибо за вашу работу. Галя Верещинская пишет. Галенька, у меня был расклад, когда будет ли освобождено и когда будет освобождено, ну, так сказать, выход к Казовскому морю. То сначала будет с Черным морем вопрос решен и с Азовским тоже, но следом. То есть Азовское море будет на очереди. Обязательно освободят. Ну, вот давайте просто зададим вопрос. Вернется ли в Украину контроль над Азовским морем? То есть, территория побережья Азовского моря, украинское побережье Азовского моря, будет ли возвращено в Украину? Да, вот так, чтобы корректно прозвучал вопрос. Будет ли побережье Азовского моря возвращено в Украину? Гляньте, сами карты выпрыгнули. Да, смотрите, вот вам расклад. Вот это карты, которые у меня выпали, я их не доставала. Вот они о чем, смотрите. Проблема пока не решается еще, видите, пока она подвисшая. Но, но, король кубковый вернет закон и порядок, император вернет закон и порядок, и эта ситуация благополучно завершится. Мир благополучно завершится согласно закону. Если по закону эта территория Украины, по закону под императором, то она и вернется обязательно. Вернется ли? Да, смотрите, звезда. Звезда говорит о том, не теряй надежду. Посмотрите. Она говорит, завтра будет рассвет. Обязательно. И кто очень любил ездить на Азовское море, верьте, вы туда еще попадете. Обязательно. Полюбуйтесь на медуз, покормите комаров. Кирилловка будет наша, не волноваться. Кирилловка от нас никуда не денется, со всеми ее прелестями. Гарантирую вам. Точка. Ну что ж, давайте тогда на этом позитивном моменте мы сегодня с вами и распрощаемся. Люблю, целую. Всех вас рады видеть на канале. Приходите, пожалуйста. Если вы не подписаны, подпишитесь. Сделайте мне такой подарок. Хочу сказать, что уже через 15 дней, через 2 недельки, у меня день рождения. Мало того, еще и почти круглая дата. 45, баба-ягодка. Опять, видите, я сегодня как ягодка. Есть все шансы добить красивую цифру 50 тысяч. Сегодня на канале без малого, без капельки, 48 почти. Там чуточка осталось совсем. 2000 человек за 2 недели. Это реальные суммы. Суммы, говорю. Числа. Вот, поэтому, мои хорошие, проверьте, есть ли у вас подписка. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, ну, как говорится, да. Вот, и добро пожаловать в гости. Так хочется, знаете, увидеть эту цифру. Вот что-то меня заклинило, знаете. Ну, люблю я красивые числа. До новых встреч. Люблю, целую. Увидимся на канале. Приходите в гости. Я всегда вам рада. Правда. Пока-пока. Я пошла есть кашу.